Предприниматели, которые снабжают Алматы продовольственными товарами, пожаловались на километровые пробки при въезде в мегаполис. Грузовики, груженые молочной продукцией, овощами и ягодами, простаивают на солнце до трех часов. После этого товар отказываются принимать в магазинах, ведь он скоропортящийся. Какой выход предлагают торговцы, расскажет Нургали Карабаев. Он промониторил ситуацию на блокпостах. Это блокпост возле рынка Алт-Нурда. Как раньше, военных здесь уже нет, только полиция и санэпидемиологи. Они по базе проверяют, желающих попасть в Алматы и только после этого пропускают. Очередей больших здесь нет, может быть человек 10-15. Люди довольно-таки быстро и спокойно проходят, но социальную дистанцию, конечно, не все соблюдают. В отличие от пешеходов, пробки здесь образовались довольно-таки большие. Сейчас мы поднимем дрон выше и посмотрим, насколько она растянулась. Кстати, есть водитель, который пытается объехать пробку, но на посту их разворачивают и обратно отправляют в строй. С высоты птичьего полета открывается полная картина. Пробки на несколько километров, автомобили стоят в четыре ряда. Огромная вереница машин движется медленно. От этого страдают в первую очередь те, кто везет продовольствие в город. Гурманжан на Средину ввозит молочную продукцию в Алматы из области. Уже час стоит в пробке, чтобы проехать. Это плохо сказывается на бизнесе. И говорит, что власти должны принять решение и пропускать продовольственные авто без очереди. В Акимате не прокомментировали ситуацию, только по телефону объяснили, что для продовольственных авто есть зеленый коридор. Но в любом случае полиция проверяет разрешительные документы. Тем более, что были случаи, когда в грузовых машинах незаконно провозили людей. Огромные пробки связаны с тем, что жителям области, работающим в городе, разрешили заезжать в мегаполис. Очевидно, ситуация изменится только после отмены карантина.